когда мы вводим гормоны извне какие бы то ни было какого спектра мы не касаемся со временем вот этим вводимым извне гормоном которые вводятся в дозировке больше чем физиологическая мы можем получить резистентность если уж на то пошло ребята да дело дошло там все-таки до гормонов да да вот этих всех анаболических стероидов и все но будьте так любезны что такая история надо сдавать анализы общий анализ крови общий анализ мочи биохимический анализ крови липидный спектр крови обязательно мы должны оценить гормональный фон всем привет с вами павел бочкарев и сегодня мы пришли сдавать анализы в клинику реал пк и на консультацию к гинекологу эндокринологу песку новой лидии валерьевне все я пошел я бы хотел мне нужно сдать анализы крови мне нужно знать сдать общий анализ крови гематокрит не обязательно посмотреть пролактин эстрадиол и холестерин общий деньги есть падаем еще как падаем еще у нас все вены сразу пропадают да я как бы я боюсь но я делаю а много мы будем крови брать но кофе с сахаром у меня там стоит прошлый раз брали много я сижу тоже натощак приехал я сижу такой я понимаю меня все так темнеет короче темнеет это да надо вот так а я не могу так руку меня не выворачивать работаем кулаком сжимаем кулак сжимаем кулак и больше не разжимаем пока я не разрешу я ее не привык терять эту кровь я привык что она вся во мне вакуумная пробирочка она набирает сама сколько ей надо а там да натощак натощак вот я какого мнения все таки ну наверно не надо идеальные условия создать этого это я как бы это мое лично это я на это не претендую мы же не ходим в идеальных условиях правильно как-то надо приближенно к тем которую которые у тебя вот мы повседневные если уж на то пошло ребята да дело дошло там все таки до гормонов да да вот эти всех анаболических стероидов и все ну будьте так любезны что такая история надо сдавать анализы но принимаешь тест тестостерон ну естественно пролактин и эстроген тоже лезут в космос тут от этого ты никуда не уйдешь поэтому ну само собой надо контролировать принимать по результатам анализов ингибиторы ароматазы пролактина модно сейчас принимать эти препараты просто так ну типа я сел на курс значит сейчас же пролактин полезет надо его гасить уже потом когда начинаются последствия после приема вот такого бесконтрольного ингибиторов начинает суставы болеть так называемые вот эти сухие суставы появляются и приходится уже какие-то мера вот кстати если вот упал вот сильно пролактин как его поднимать анализы взяли все ждем завтра будут у нас результаты и уже по результатам анализов по ситуации мы с вами будем уже смотреть что нам делать холестерин вот общее обязательно все кто физическая нагрузка занимается тоже надо контролировать все же любят на диете сидеть у нас а низкая калорийность питания обезжиренное питание она приводит тому что холестерин падает а из холестерина у нас еще опять же гормоны строится ну и плюс опять же низкий холестерин как оказалось приводит к мышечной слабости вообще ничего не почувствовал даже вот ну нет не понял там не больно не больно наклеечка вот ничего не следов вообще ничего не осталось я прям очень доволен спасибо большое но я врач акушер гинеколог высшей категории пескну лидия валерьевна кандидат медицинских наук плюс еще я врач ультразвуковой диагностики плюс я еще врач который проходит курс интегративной медицины которая сертифицирована по эндокринологии это в частности реодологии липидный углеводный обмен и репродуктология ну теперь вопросы у человека эриксильная дисфункция и вот непонятна причина вот этого всего я его естественно отправляю сдавать анализы потому что высокий пролактин он на влияет опять же на вот эту вот ну на дисфункцию не стезал две причины англайдернальная либо физическая правильно смотреть все свои специальности мне приходится работать не только женщины но и с мужчинами здесь нужно конечно разбираться здесь нужно происходить проводить обязательно инструментальные методы обследования то есть как минимум сделать друзей ультразвуковое исследование сделать щитовидной железы органы брюшной полости потому что все процессы детоксикации у нас происходят в печени потом приступаем ко всему остальному что мы сдаем конечно биохимию общий анализ крови общий анализ мочи биохимический анализ крови липидный спектр крови обязательно мы должны оценить гормональный фон для мужчин очень важно хрионический гонотропин человека потому что именно он запускает стероиды генез в яичках в частности обязательно щитовидная железа потому что это главное скрипка в оркестре здесь что масса обязательно пролактин это тоже относится к гипофизарным гормон кортикотропный гормон посмотреть это просто уже все сложнее это берется слюна тестостерон свободный связанный обязательно мы смотрим гугулин связывающие плавы и гормоны дегидроэпиандростерон сульфат 17 аж прогестерон дегидроэпиандростерон здесь мы высчитываем индекс свободных андрогенов этому товарищу полностью обследоваться посмотреть на фоне чего это функциональная эректильная дисфункция это психогенная эректильная дисфункция или это реально обусловленная эректильная дисфункция какими-нибудь но чисто анатомическими нарушениями органическими нарушениями простату нужно посмотреть понимаешь что здесь нужно оценить конечно еще полный спектр обследования инфекции но все-таки вот этот психологический момент он тоже он очень важно психогенные факторы они очень важны не знаю почему но сейчас вот есть но сейчас есть очень хороший препарат газорекс он как бы безопасно это препарат для эндоназального применения по одному впрыски не в каждый носовой ход один раз день курс лечения 28 дней и как бы вот если есть какая-то психогенная дисфункция как бы люди говорят что реально этот препарат работает все гормоны которые мы вводим это не те пардон гормоны которые сердце синтезируется у нас в организме не те это совсем другие гормоны у них немножко другая химия к синтетическим аналогом половых стероидов чувствительность рецепторного аппарата выше чем к тем стероидам которые синтезируются эндогены то есть теоретически если я делаю если мой родной тестостерон к примеру 20 и я делаю и синтетический такой же 20 то на 20 на синтетическом эффект может быть больше больше да да чем на тур на эндоген почему такое большое количество стероидов химических потому что все эти стероиды они имеют большее страст сродство к рецепторам тестостерона понимаешь и чем занимаются биохимики они добываются еще большего сродства для того чтобы минимальные дозировки приводили к большему эффекту ну я бы смотрела биохимия потому что это всегда нарушение функции печени может быть да то есть потому что инактивация метаболизм он идет в печени то есть биохимический анализ крови обязательно я посмотрел обязательно галка голограмму на свертываем с том что любые стероид они все равно хоть косвенно но влияет на свертывающую активность крови грамотно правильно начать с одного естественно зеленого таки сразу что не надо начинать с 1 препарата надо начинать очень постепенно и я просто как бы хочу предостеречь немного тех людей которые начинают сразу работать большими дозами и разными препаратами о том что может просто сформироваться резистентность и потом какие бы препараты они не вводили и в каких количествах они бы их не кололи организм просто не будет чувствовать он не будет вырабатывать тем белки которые будут связывать эти стероиды чтобы но затем запустились биохимические реакции конкретно в клетке по выработке специфических белков которые вырабатываются в ответ на воздействие конкретного гормона но каждый случай конечно он крайне индивидуален с каждым пациентом нужно разбираться потому что каждый пациент ну это космос это отдельная вселенная поэтому если кого-то заинтересовал наша беседа если кому-то интересно у кого-то есть какие-то проблемы можете обращаться в нашу клинику и мы с удовольствием постараемся вам помочь в общем уж если в это влезли то надо делать это грамотно и хотя бы обращаться к человеку который может вам подсказать и подвести ну у кого есть опыт поэтому записывайтесь на сопровождение по тренировкам питанию фармакологии и разбору анализов стоит четыре с половиной тысячи рублей в месяц заходим ко мне на канал и переходим в мой telegram подписываемся на канал ставим лайки пишем комментарии всем пока пока а а